Офис, отель, офис, отель. Офис, отель, офис, отель. Офис, отель, офис, отель, офис. Офис, отель, офис, отель, офис. 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 Слушайте, смотрите, что происходит Ваш взгляд на мир, к чему это приводит Стойте, чувствуйте, что происходит Любая ваша мысль, мир изменяет на ладони Слушайте, смотрите, что происходит Ваш взгляд на мир, к чему это приводит Стойте, чувствуйте, что происходит Любая ваша мысль, мир изменяет на ладони Говорят, порно-бизнес, это нормально Торговля людьми вполне реально Продажи детей, не виртуально Куда катится мир? История понятна, торгуешь оружием и героином Берешь за это деньги, можешь пожертвовать сыном А ты торгуешь властью и продаешь мандаты Теперь в Европе даже проститутки депутаты Деньги это кул, деньги это кул, деньги это кул, деньги это кул, кул, деньги это кул, деньги это кул Что сказать про это, кто думал? Ну хорошо, Олег Савельев Олег Савельев Вынужден был обсудить И вот мы с Олегом договаривались Я так понял, ты разделяешь рэп и стихи, поэзию свою Олег, поэзию еще один стих исполнить? Да, да Все, пожалуйста Олег Савельев Стихи называется «Майский Питер» Ну вот то майка торгу, он какой-то необычный такой был Поэтому я решил описать В мае безоблачный, каменно-солнечный, с чайками сросшийся Питер Мостами, повесами, арками, фресками, него играющих литер Дворцами, проспектами, северной лептою, ты призом балтийским Юпитер Прокравшись из детства, сжимающий сердце, ты избывшийся судей, обитель И я, улыбаясь, беспечно слоняюсь, тобой очарованный житель Монетку бросаю и губы кусаю Прими меня, ангел-хранитель Спасибо, Олег Савельев, спасибо Ну, видишь, жизненькие аплодисменты Ладно, у меня вот так специально, видишь, внутри ехидность просыпается Ну, спасибо Кстати, неплохо Единственное, господа Вот хотелось бы, чтобы сюда выходили люди, которые заявляются Да, вот, чтобы это был некий, какой-то мини-спектакль, что-то еще такое необычное Ну, постепенно все, да, спасибо, с дебютом вас Спасибо Алла Зиневич, уходите, пожалуйста Нас посетила Алла, мы рады И что-то приготовила Денис Дензе, следующее Алла Зиневич Прочитаю три коротких стихотворения Они написаны на реально существующие фотографии Можно посмотреть их по верхней подписке из моей страницы ВКонтакте некоторые У автора они все без названия Но у меня они называются Итак, первое, про ребенка Стадия зеркала Дитя над гибким зеркалом воды Истоки я глядятся в устье ты и в зеркале И в лужках мгновениях липкой плоти стоит дитя, как вечность красоты Дитя охотник, но оно же дичь В стремлении самих себе постичь Взлетим ли мы, как эхо, сбросил эго И куколкой застынет, как нарцисс Дитя, как будто в дантовом лесу Что вечно наверху, мгновение внизу В водах и неба Волосы и ветви Различно плотих, но близка их суть Дитя Соотражение отца и матери В изменчивом зерцале Глотит ба воды, как сам себя Солярис Преображает жестом Без конца Второе Немножко грустное На блокадную тематику, прошу прощения, если кого-то заденет Статус знаний Вермана Маха во второй строфе И в конце имеется в виду и крещенская прорубь, а не река в Палестине Чернильный город Горький год Глухую графику строений Стереть пытались жесты бомб Но жизни хранились Спирт и лед Огонь и камень утешений Кто на санях из нас, мой брат? Зрачки снегов В следах горят Внутри ни сна, ни я, венет Истанет память, как чернила И в теле жертвы речи бред Но кто из нас Сквозь тени свет бредет Под силуэтом шпиля Под светом струящимся, как вода Грядет Христос, крестившийся в Иордане Третье Про время Там автор указывал на другом месте Что это институт растеневодства в Пушкине Оттуда первая строчка Все остальное принципе понятно Золотая ветвь, жреческий царский знак Кто ее добудет, стоит сейчас царем-жрецом Сатурном веке в золотое время Итак С учебной позолотой сентября Беседует иная позолота Алхимика, великая работа Шуршащие оттенки янтаря В живое, воплощенное заря Вечернее, в крон ювелирной плоти Все ярче и узорче к излету Рассеянным свечением горя Сквозь диалог Листвы и кирпича Я слышу, как все сбивчивее час Мгновение считает, как монеты Как в древнем мифе Золотую ветвь Ты смог присвоить Прирученным светом И время Вспять пойдет В Сатурнов век Спасибо Алла Зенеевич Алла сегодня такая пластикая Обычно она как-то по сцене так летает Не могу полетать Полетайте Вот, хорошо Спасибо, Алла Зенеевич Спасибо Денис Дензер Вы готовы? Пожалуйста, Денис Дензер Мне кажется, где-то больше частот Всем добрый вечер Я сегодня вне обычной для себя Апостаси Просто обычно я тут выхожу Спектакли делаю, стихи длинные читаю Сегодня короткометражечки такие Хуже, когда легко И мозг сужен До молекул общественных идиом Лучше, когда загружен поиском Среди многих дорог Варианты порока В разрезе идеалов моды Среди своих все ясно Но фон времени Выцвечивает коды красок В итоге, кто здесь свой? Ведь моя тень так часто под вопросом Раз уж готов убить Бога Подумай, что будет, если окажешься слаб Не вернуть назад тех одиноких сожалений В зеркале уже не найти прощения Ведь был рабом, но гордо Логика кажется унизительной Хочется не менять, а простить Обмануть законы мира якобы доброй душой Выдавая страх перемен за волю над собой В мутной глади воды Улыбки полные лживых оскалов Вроде бы общие планы Параллельны целям отражений Животное свержение простого В содействии с Богом Закрепощенным в талисман Не зная живого Жажда мертвого Ржавым железом раздирая то Что когда-то имело основу В мутной глади воды Мои глаза Уговаривают себя вернуть азарт Не жаляйте потерянной крови Я так хотел уметь летать Что научился внушать себе полет По годам забыл слова Я так хотел уметь летать Что научился внушать себе полет По годам вниз Моя душа как камнем в кайф с 14 этажа Однотипность шестер и кутузов Обусловлена непониманием помех Им тоже не как без всех А человек все может Как грустно думать о своей стране В виде баранов Так неожиданно узнать себя в себе Ведь думать мало Но думать надо и намного больше Ну и напоследок Серые оттенки жизни Будут смотреться блекло Даже под влиянием телевизора Мизеры эмоций будут просыпаться Посредством солнца И любви к мировым пространствам Отдаются эхом Слова развитого человека Через облака и бескрайнее небо К формам знаний, признанным на века К устоям морального обеспечения Сквозь догадки навстречу к свету Не просто, но ученье свет Абсолютно новое состояние мозга Спасибо Деревь, Данзо! Смотрите Эксперимент подался Человек видит микрофон Но все слышно и зал слушает Не обязательно микрофон все это делает Спасибо, Денис Классно И господа Вот сейчас давайте немножко музыки добавим Константина Наталья Локвиновы Дуэт Акапелла Вы свое исполняете, да? Писаны свои? Да У кого? У кого вы сейчас будете ставить? Бориса Драгилева Бориса Драгилева А музыка своя А музыка своя А второе стихотворение Вера Арти Ну, а музыка своя Петя Раз Раз А вы тоже, кстати, без микрофона у вас не поете А мы в нее лучше Ладно, ладно Нам нужна обработочка Пожалуйста Премьера По реальности на первый раз Я ищу тебя во сне Я тону в твоей весне Мне не вытащить ноги Я краду твои шаги Зацепляюсь за крючок Как крестовый паучок Напишу тебе письмо Прилетит оно само Если сто твоих шагов Выйдут все недели год То во сне случится рай То во мне случится май Я крестовый паучок Зацепился за паучок Я сплетаю из звезды Полудиновые сны Я возьму тебя за взгляд Приведу тебя назад Я хочу тебя узреть Я хочу тебя узнать Я крестовый паучок Зацепляюсь за крючок Я пишу тебе письмо Пусть летит оно само Через радость Через боль Через радость Через сон Через годы Через миг Через шагов Через крик Зацепляюсь за крючок Как крестовый паучок Напишу тебе письмо Пусть летит оно само Пусть летит оно само У нас злой проект А понравилось вам? Да А? Нет А почему? У нас злой Разбивать будем А почему? Ни... Музыка однотомная И ни одна строчка не зацепилась Ну вы знаете что это такое бардовское и такое тридцатилетний... Тридцатилетний какой-то... Не, у нас просто отрицательное Отлично, а у нас отрицательное тоже Да это не отрицательное мнение Всегда искусство должно не всем не обязательно нравиться Если это всем нравится Поксан Гураско Пожалуйста, продолжайте А, хотел сказать, говори Да, я хотел сказать, что на самом деле то, что мы увидели Это наверное что-то похожее больше на джаз Чем наоборот свою песню Но, как мне кажется В таких мероприятиях Вот таким вещам нет места Это где-то должно быть другое место Потому что вот сегодня это кажется не в тему Ну может быть, тебе там показалось Ну хотя хорошо, хорошо Подожди, а может сейчас все исправится Вперед А дает жаз еще? Да, да, хотим послушать Вперед Тишина Возможно, эта песня Она тоже без названия Но есть такое название Две картинки Снег-снежинка Снежный праздник Белоснежного хренья Душ-картинка Ожидание И слома во фаренья Мне подсниклась Две картинки С удивленными Глазами Из несчастной Складки Губы Чьи-то щелки Со слезами Мне приснилось Две дороги Одинаковые Сыну На одной Стоят Тревоги По другой Глазами Мне приснилось Две картинки С удивленными Глазами Из несчастной Складки Губы Чьи-то щелки Со слезами Мне приснилось Два Молчания Два Сомнения Две Улыбки Мне приснилось Два Сознания Две Удачи Две Ошибки Два Тонящих Интервала Два Полета Два Падения Два Романа Два Финала И Двойное Отражение Наталья 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 Вы расслабьтесь Это здесь только просто Такой проект Вы так Прикладе Знаете я вас На Кучкинской 9 Тогда Помните давным-давно Театр и поэты Вы выступали У вас есть песни Обкатанные Которые вы классно Вот просто вдвоём поёте Без всяких Микрофонов Можете одну исполнить Пожалуйста Нет Почему Какая разница Пойте Скажите кто Автор Кто автор Мы Всё вперёд Давайте То что у вас накатано уже Вот это беда Понимаете Многие поэты сюда приходят Публиковать новые стихи Которые я вчера сочинил Да твои старые стихи Вообще никто не слышал ещё Давайте У нас есть одна песня Которую мы писали Для одного собрального проекта Идите вы сюда Ну Ну Ставьте вот здесь Ближе Извините Давайте Не Ну вот Она получилась как бы Народная Но на самом деле Она не народная Она наша Костя слова написал Ну музыку вместе аранжировали А и засыпала солнышко А и провожали воина А и засыпала солнышко А и провожали воина И Ну 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 Ай, засыпало солнышко, Ай, провожали войны нас. Вода купала боженька Нам не ответил, а молчал. Вода купала боженька Нам не ответил, а молчал. Вода купала боженька Нам не ответил, а молчал. Дима Сергеев, я спросил быть здесь. Вперед. У вас микрофон бери. Здравствуйте. Здравствуйте. Сразу, раз, талантлив, интересен. Вперед. Мы еще посмотрим, да? Стихотворение про Могилев. Я, как я, съездил, отдохнул, прогулял со друзьями. Прекрасный город Могилев, И в нем друзья мои живут. Ночные, тихие дворы Нас по потемкам поведут. А в центре города народ Все бродят медленной походкой. И мы вписались в этот брод И наслаждались той находкой. Нас жгли фонарные столбы И продвигались мы на площадь. Холм показался из земли, А на холме стояла личность. Но я не знаю, кто она. Большая каменная глыба При свете вечного огня Она стояла словно книга. Ее никто не замечал. Все местные не видят местность. Фонарный столб на нас кричал Во тьму И осветил нас всю вечность. Мы шли то медленно, то врозь, То застывали, как узоры. А по краям из темноты Листвой шумели в нас фигуры. Они стояли той стеной, С которую хотел я слиться. И тьмой прохладной дышал. И не успел я насладиться И проглотить весь этот миф, С которым слился я мгновенье, Как прыгнули в автомобиль. И унесло нас вновь течение. Спасибо, Дима Сергеевна. Зря ты микрофон читал, кстати. Надо было тынуть огромный голос. Найди нас в интернете, Запишись потом на будущее. Не стой перед камерой. Нет интернета, зайди к друзьям, у кого есть. И запишись. Хорошо. Нас еще вот Александр Брынков посетил. Саша, вы приготовьтесь. У нас все-таки поэтический вечер. Поэтому... Ася Пушкарова у него в зале? Нет еще. Евгения Дьякова у него в зале? Да. А? Григорий, Тимофей Григорьев, давайте. Давайте. А вот девушка заходит, которую вас ждет. Кто? Ну, тему давайте. Тему заявлялся. Тимофей Григорьев. Хорошо. Видишь, я даже сегодня не психую. Григорьев, Тимофей. Я сегодня одно прочитаю только стихотворение. Называется... Ну, по-немецки ВИТИ. А на русский, если так примерно переводить, Насколько глубоко? Колокольный звон и напево жрец, И отброшен люк в темноту дыры, До него дойди, мимо пестрых птиц, Забывая про страх до поры. И тебя толкнет в темноту рукой Слишком слабой, мягкой рукой дитя. Ты не крикнешь, нет, нет, прошу, постой! До провала беззвучно летят. А ребенок сожмет в кулачке два сестерца, Другой рукой держа он свою перца. Упадешь, провалишься, здесь нет дна. Задохнется крик, только эхо след за тобой уследует, Или дна, требуха в животе на просвет. Ты летишь не в том направлении, вниз. В параллели реальности сотни лиц, Миллионы стран, миллиарды шиз, Словно самый кошмарный блиц. Все миры реальности мимо глаз. Ты увидишь все, но не вспомнишь жаль. Ты не вспомнишь, кто тебя спас, А спас и была в его голосе сталь. Или рассвета в сотни, или черных звезд, Красных солнц и синих сияний лун. И к тебе идет мертвый Аполлон, Разрывая ртом омертвевший грунт. Древних свитков, змеи, бумаг, клыки. Древних свитков, змеи, бумаг, клыки. Чешуя в лицо прилипает вмиг. Это буквы, точки в конце строки. Лишь двень на острый бумажный шик. А ребенок смеется, обвален в перце. За детскую душу всего два сестерца. Ты же падать будешь десятки лет. Этот ужас скоро сведет с ума. Ты увидеть сможешь еще рассвет. На тобой всплывет не одна луна. И рассветов сотни, и черных стон, Красных звезд, и синих сияний лун. И к тебе идет мертвый Аполлон, Разрывая ртом омертвевший грунт. Падай глубже, глубже, в кошмарный сон. Падай глубже, глубже, смотри в глаза. Падай глубже, глубже, сквозь страшный гром. Падай глубже, глубже, хочу сказать. Падай! Тимофей Григорьев. Все равно аплодисменты им. Человек старался. И стихи классные. Сейчас я хочу... Мария Агапова, приготовьтесь, пожалуйста. Хорошо? И хочу позвать... Тогда давайте Александра Брыков. Вы хотите, Саша? Александр Брыков пришел поздравить нас. Театр поэтов послушайте с открытием сезона. Чему мы очень рады. Своей песни, да? Да, да, безусловно. Мы, конечно, поздравляем. Теперь я уже знаю, с чем... С чем еще выводит? С открытием театрального сезона. С открытием театрального сезона. Я должен был это сам сказать. Поэтому... А, да, действительно, мы сейчас... Вот статья, она не порадует. Меня представили, а это Таня не порадует. Мы споем ее стихотворение. Оно называется «Избори». А вот что там, какие-то нюансы... Таня, ты, да? А музыка-то чья? Музыка моя. Ну, там и припев еще мой. Да. Эпиграф. Тать в переводе со старославянского. Разбойница. Яна в переводе с древнееврейского. Дарованная Богом. Покосовый Лев. Вот такой эпиграф. А гитара на звонко. Наверное, мы услышим, да? Ну, короче, поехали. Поймем… Открываем бутылку шампанского, Частью хочется хулиганского, Ах, простите, совсем не такого. Частью тихого, нежного слова Всё в порядке у меня, вроде да. Отчего же в голове чехарда? Мы злюбьются, вы, кстати, припадка. Вот вам исповедь по порядку. Хотеть или взлететь, Не сметь или суметь, Ответь, ответь, Ведь это исповедь. Откровенная и смельная, Чуть наивная, но непростая. Я открыта, умна, образована, Птица денег с не окайцована, Свято верю в судьбу и удачу, Иногда над книгой плачу, А с друзьями шучу как простецки, Однако опять разговаривать не с кем. Отдеть или взлететь, Не сметь или суметь, Ответь, ответь, Ведь это исповедь. Из пифы гриттого вина Себя я выпускаю из себя, Существую в двух измерениях, Очень разных, не параллельных, Одна воспитана, Ведь это скромная, Другая дерзкая, Распрепощенная, Но кто есть я и где? Ответ, еще бокал, Ответа нет! Отдеть или взлететь, Не сметь или суметь, Ответь, ответь, Ведь это исповедь. Как можешь ты, Натура утонченная, Лежать внутри, Такую неуемную? Одна смущается, Молчит, Другая кулаком стучит, Вопросом нет конца и края, Я их шампанским заливаю, Стопив остатки из горла, Ответ я так и не нашла, Душа сказала, Не грусти, И мысли чихарду прости, Под знаком близнецов рожденные, И Татьяна вновь объединенные. Хотеть или взлететь, Не сметь или суметь, Ответь, ответь, Ведь это исповедь. Хотеть или взлететь, Не сметь или суметь, Ответь, ответь, Ведь это исповедь. Татьяна, не пора, да? И Александр Брыгов. Спасибо. Это у вас дуэт такой, Дайте принять. Не забыл сказать, Что это была. Что это была. Это была. Вы сейчас только что прослушали лекцию Об особенностях женского алкоголизма. Будьте здоровы. Прогружен. Ну ладно, хорошо. Спасибо. Гостейки обсуждаем. Хотя есть, что обсудить. Значит, Мария, вы готовы? Я же просил, Приготовьтесь, Мария Аграпова. Хорошо. Тогда, пока Мария Аграпова Идет на сцену, Выходите, пожалуйста, Сергей Панов и Цоколов и Евгений. Идите сюда. Женя, вы тоже готовьтесь. Скоро я вас позову. Выходите вдвоем. Сергей Панов и Евгений, Ицоколов и Евгений. Выходите быстрее. Ну что он как-то в ней, он закидывал. Ребята, вот, значит, вот это та же история, когда люди сегодня впервые пришли, мне что-то понравилось, и вот Сергей, Сергей Панов будет, да? Пожалуйста, вот вам слово. Спасибо. С молитвами не бегая, как странно, я выстрелил в обуманутый висок, распухшая Маринова осанна ложилась на сиренщий песок, и звук разбужен, уносился соложа, летела пуля, чиркуя на кость, и жуткость стужей обдалок по коже, когда в квартиру постучалось, в кость я шел по улице в трамвайном скрипе, и был безумен, счастлив и весел, как новый русский на стеклянном джипе, как старый Невский на границах сел, и все смотрело радостно, без страсти, во мне уже немного улеглись, казалось, эти явные напасти уже не возвратятся больше, жизнь ни капельки, меня не огорчая, но зумер прозвенел, она пришла, я думала, тебя я повстречаю, но этого к тебе я не нашла, ушла, а я остался бешеной гробой, лежать на парапете сквозняком, вы видели, как выбивают зубы, не в драке, а обычным языком, с молитвами не бегая, как странно, я выстрелил в обманутый висок, так, ребята, если вы будете здесь делиться, по три часа снимать микрофоны, и потом долго разворачивать бумажки, не надо сюда выходить вообще, это я, а это был Владимир Альшин, спасибо, я обязательно у вас научусь, Сергей Панов, стихотворение «Обратный отчет» «Обратный отчет» грущу о прошлом и о вчерашнем, за веру в меня прощу и стану опять опоздавшим, спешат надрываясь часы, куда-то ведут дороги, я был для тебя недотрогой, ты тоже меня прости, обратных путей назад преодолеть поправки не вижу высокой ставки, да видеть был бы не рад, «Обратный отчет» молчу десять, девять и восемь, любовью за все плачу, по совести это осень, по траву моим стихам цифры считать за правду, я не желал отравы другим, выпил сам, «Обратный отчет» на семь, шесть, пять, до четыре, мир раздувается шире, и вот я не твой совсем, до скорого, милый друг, на небе займу нам место, с тобою последний круг, а войск будем вместе, три, два, поворот, да только уже не прячься, один, из толпы назначусь, зеро, и обратный отчет. Спасибо, Сергей Панов, Сергей, у нас просто не запланирован, мне очень понравилось, ваше творение, исполняйте хорошо, только надо сразу вышел, и начать действовать. Спасибо, Сергей Панов, потом подключайся, в интернете, и так далее, хорошо, пожалуйста, Цоколов, Евгений, Я прочитаю не то, что вам читал Владимир, чуть погороче, Крещенский снег. Мне все равно, главное, чтобы интересно. Сегодня я прощу за все, себя и всех, и мне помощней будет в том, Крещенский снег, хрустят его снежинки холодом в ладонь, проснется совесть, и в душе огонь, очищу полки от ментального охламья, обид и прочего душевного старья, заполню в эту пустоту свою любовь, обиды колют мне не глаз, а только бровь, поставлю точку я войне, что против всех, и мне помощней будет в том, Крещенский снег. Давай шуток отролю, я скажу. Бессонница. Часы на полке шелестят, тик-так, тик-так, машина за окном сигнализации, пик-пик, уже четвертый час, не заснуть никак, соседи сверху пьют, гуляют, слышен крик, я голову промеж подушками заткнул, представил образ, что ли поймать его во сне, но все равно я слышал отдаленный гул, сквозь перья, сиренады пес поет в луне, вот так я до утра и провалялся, слагая образы, прелестные в уме, откуда сей бессонный омут взялся, придется встать и истинную кискать в вине. Спасибо. Евгений Цоков, правильно, Женя? Да, да, да. А вот давайте проголосуем. Кто за Евгения Цокова? Поднимите руки. А кто против, считает, что это полная фигня? Это из прошлого года у нас, эта история, я с ними всех просил. Нет таких. Ну, тоже присоединяются, там надо по стихам будет смотреть, чтобы более театр, ну, какие-то вот есть стихи, которые больше работают, которые меньше. Итак, я Мария Абрамовна. Здравствуйте. Моя маленькая миниатюра называется «Элегия Леонидова». Не думала, что пять часов мороза сведут к нулю и жесты, и слова. Лишь дробный стук ночного паровоза напоминает мне, что я жива. Как на ресницах маленькие льдинки, так у вагона не остывший след. Я ненавижу посещать помилки, поскольку я люблю, и смерти нет. Я вовсе не считаю остановки, считаю цифры, глупая игра. В мой смутный сон вплетаются веревки и прочая смешная мишура. Здесь, видно, кто-то что-то перепутал, какие-то неправильные сны. Ведь ни одно и то же путь и путы, и сердце не наживка для блесны. Пусть этот поезд обойдет экватор, в вечерний час толпы и суеты, так много лиц обрушил эскалатор. Поверь, такой неинтересный театр, дай бог, у них сбываются мечты. Шесть тысяч лет все дальше и бесследний. Нет бесполезней выкрика «Постой!» И нет милей той станции последней, той станции холодной и пустой. Когда я гляжу на прохожие лица и мерзну, особенно кончики ног, я знаю, что я не смогу возвратиться к родимому дому на старый порог. И вдруг леденеют и плечи, и шея, и сердце, и все нутриное нутро, но все же ведь надо, ведь надо скорее скользить по асфальту, успеть на метро. Но кончики пальцев, которые больно сжимают сапог беспощадной горсти, немеют. И кажется, руки невольно пытаются бредить и воздух грести. И в это мгновенье немысливым взмахом я вдруг полетела в заветных дверях, и бережный поезд с вопросом и страхом повез меня быстро к далеким морям. Я крыльями вышла на станции поздно и медленно двигалась в сторону слез. И вдруг ощутила, что это серьезно, что это серьезно, от губ до волос. Я голубь, я вырвалась ночью из плена. Я голубь, мне все облака нипочем, но горькие слезы зачем-то по венам, по крыльям, по лапкам стекали ручьем. Я тихо брела по нетронутым нотам, как царь Соломон, потерявший кольцо. Я тщетно надеялась встретить кого-то и кончиком глаза увидеть лицо. И так навсегда оголенное небо. Я голубь, а камень кидай, не кидай. Родной, не беги, только крошечку хлеба любви бесконечной голодной дай. АПЛОДИСМЕНТЫ Наконец-то помыла посуду и устала тарелки считать. Только мнимые письма повсюду не отправить, не прочитать. Стих лишь слова, серебряный грошек среди прочих господних монет. Я уставшая, ты хороший, мне ж немножко побольше лет. Все едино от первого слова до последних застывших седин, ведь над бездной небесного крова милосерден Бог и един. Я устала не только устами, осезания лишены, но и золотом той тишины, от которой все буквы устали. Верь, любимый, Небеса не смерта Нет в моей воспаленной горсти. Божий, Господи мой, милосердный, потерявшемуся, прости. Мария Агапова, дали мне, у Маши есть книжка, она ее сегодня принесла, пять экземпляров у тебя сегодня есть, да? Да, можно мне это купить, там она скажет, сколько стоит там, говори, сколько стоит. Кто подойдет, там скажет. Хорошо. Но с личной подписью всегда дороже. А для евреев спорта? Что? Для евреев со скидкой. Для евреев со скидкой? Это спросил еврей Сергей Ганилев. Правильно? Слега, иди сюда, давай, давай, быстрее, гони сюда, быстрее, давай, выходи. Сейчас вот, вот, ляпну, слово, давай. И, Саша, вы тоже выходите, да? Давайте, давайте, только активнее. Поставь, пила там, туда, туда, настойку поставь. Ага. Вот. Давай. Ты хотел выступать сегодня? Почти один стих. Поздравь нас, Сережа, с открытием, а потом Александра Равловна поздравим. И потом Евгений Петрушенко. Асин Мушкалева в зале? Как тут вы посадите? Хорошо. Сергей Олегович. Один стих. Я просто, мне после Маши так неудобно вот с этим выступать, но я просто прямо сейчас, тут вот было много очень песен, и я решил тоже стать миллионером и написать песню. Но у меня песня получилась такая вот, вот я продам руку Жене Агузаровой, я так вот сейчас это спою вот заодно. Вот. Мелодии еще нету. Собственно, как позитор ищется. Мне приснилось ля-ля-ля, как все было, ля-ля-ля, как блестит твоя сопля. А я в ней брик, ну, без якоря. На высоких островах, в шоколадных берегах не стою я на ногах, только галька, трах-трах-трах, вся в янтарных миражах. Я за то, чтобы песня была до пета. Я за то, да. Вот, видишь, будет большинство. Вот. Так, вся в янтарных миражах, наша жизнь в шальных кругах. Я гребу, и мы плывем, где же наш аэродром? Приземлиться нам с тобой на планете голубой. И мне приснилось ля-ля-ля, как все было, ля-ля-ля, как упали мы с коня. Так давай мне три рубля, с ними я уйду в поля. Спасибо! Ну, у меня много новых стихов, но они все еще по червякам. Хорошо, что я считаю. Стоп! Деньги, блин! Все твои стихи знают! Сколько людей? Кто знает стихи Сергея Кенигбергова? Не витярую. Он, я все... А разве я сейчас не гениальнее? Прочитай! То, что хорошо, подложим, давай. Ну, ладно, я совсем старое прочитаю. О, тем более, а какого здесь она меня все время просит проводопроводчика прочитать? Я прочитаю проводопроводчика. Давай! Вот воскресенье настало, Вот снег января Закружился, Троллейбус один, Прокаженный, Как будто Ныряет в кавернах. Зима В полном праве своем, В темной славе своей Простудила. Я смотрю сквозь стекло, Подбираю Небрежно размеры. Для зимы, Для сугробов, Троллейбуса Всех прокаженных, Как их ямпли, Харей, Амфибрахи Ильдактиль, Быть может, Но они все скрипят Проводами И звук порождают, Что не выразить Может сейчас Моя бедная рифма. Это грустно, О, да, Но в своей коммуналке Убогой ты, Смотря календарь, Очевидно, Меня поджидаешь, И летят Перелетные дни Через зиму Над зимним сугробом, Через улицу, Скажем, В болотную И на итальянскую. Я тоже убог, Хоть живу В трехпалатной квартире, Что с того, Что я словно Волонт В дворец Обращаю. Я в дворце Одинок, Я в венце Одинок, Я вообще Одинок, Дорогая, Я, наверное, Бездарен, Мне надо было Пойти работать С лесарем, Чтоб к тебе В воскресенье Прийти, Так нахально, Легко постучаться, Прогреметь инструментом Через коридор Коммунальной Квартиры Отказаться, Как честный Трудяга От ассигнации, Соблюдая Мучительный Выбор Меж тобой Пол-литром, Но все это Мечты Поздно мне, Усмехаясь В усы, Виртуозно Владеть Инструментом С лесарным. Вот сижу И смотрю, Как снежинки, Лишенные В воле В сто Шестнадцатый Раз Сверху Вниз Рассекают Пространство, Как кружится Зима, Заметая во все переделы, Как троллейбус Скрипит И не в силах Его описать Я Только с люстрой Хрустальной Копель Тонко лила И жалобно пела В коммунальной Квартире Твоей Где весна, Где легко Потереться. Я думаю, Что все Могли Видеть Мой Борщий Сперост Он Колоссалит Спасибо Сергей Ну вот Александр Саша Один из Стих Нас Поздравляет Коля Вы Приготовьтесь Слушайте Ну что Вы Как Маленькие Коля Отделение Не Закончилось Не Закончилось Я Тебя позову Обязательно Хоть Ты Молодец Ты Гениален Подожди Секунду Сейчас Александр Рар Стишок И Евгений Диатором После Этого То Что Запланировал Жен Пожалуйста Александр Рад Чусил Микрофон Я Дихотомия Я для Общества Человек Потерянный В смысле Общества Меня Не найти Меня Уже Стало Семеро У каждого Три Пути Корусев Смехотворная Хороводит Танцуя С простором Истолкованным И обоснованным Резким И дерзким Вздором Атомный Град Дравления Дрожью Обрыжет Сны Дождиком Творческого Потрясения Где Я Постигаю Художника У меня вопрос Саша Нет Спасибо Стих Неплохой Но вот И Надеюсь Пришел Поздравить С открытием Сезона Да Я Дихотомия Ну Спасибо Поздравляю А Александр Да Евгений Диаконов Дай Поздравляю Всем добрый Вечер Меня зовут Евгений Диаконов Я представляю Школу Линии Времени Поздравляю Всех Собравшихся С открытием Сезона И Сегодняшние Стихи Они Будут Посвящены Дате 27 Января Дню снятия Блокады Первое Стихотворение Называется Баллада О фарфоре Пусть Скромен Антиквариат Танцовщиц Статуэтки До пять Заслуженных Наград За подвиги В разведке Но можно Все-таки Продать Святые Вещи Эти Ведь Опостылила Нужда В тысячелетии Третьем Какой же Мерзкий Нынче Март Тепло Еще не Скоро Вернется В город Ленинград А тот Лето Город Где Все продажно И цена Какая Ветеран Ведь Завершенная Война Гуляет По экранам Став Стеряльщиной Сплошной В Многосерийном Мыле Но разве Только Для кино Мы Немцев Победили Один Расклад Фашистский Клин Мы Вышибали Клином Был Враг Тогда На всех Один Душа Окопом Длинным Тянулась Зная Умирать Полегче С чувством Долга Кто Враг Сейчас Россия Мать Чужой Стала Волга Чужая Степь Чужой Урал Чужие Мысли Даже Разве Орден Я украл Нет Отменю Продажу Да и Фарфор Верну В сервант С ним Пережил Блокаду Пускай Закончился Парад Но не Продам Награды Война И впрямь Уходит В быль Ликует Мирный Город А я Стираю Тихо Пыль С фигурок Из Фарфора Нужда Конечно же Беда Особенно Под вечер Но и Былого Не продать С ним Выжить Как-то Легче Следующее Стихотворение Посвящено Магазин Народный Может быть Собравшийся Знает Магазин Наладжевский Вот что-то Наверное Восьмой трамвай Уносит В бесконечность Восьмой трамвай Уносит В бесконечность Цветные Пятна Курток И пальто Конечная Для них Сегодня Вечность Не как Обычные Около Метро Пакеты Сумки Ранцы Сжимают Как Тиски Картофель По три сорок Прости Другие Шансы Прожить Не так Близки Как Магазин Народный Почем Вы брали Сахар Услышишь У двери Тебе Старик На отдых Прикинешь Ты со страхом Подумать До чего ж Героев Довели Которые Со скрипом Сухим Тащить Баулы С картошкой Потрясованы Не перестанут Нет Пускай Пакеты Ручки Как будто бы Акулы Рвут Руку Без руки Пускай Этот свет Пока Живут Им хочется Что было Что жевать Смотри Как бабка Корчится Ей к выходу Не встать С тремя Большими Сумками Картофель По три сорок Обидно Жить Под Суками За тех Кто очень Дорог Они все Неудачники Избратники Богов Домохозяйки Дачники Герои Общий Вов Благады Жертвы Многие Должны Поверх Отчист Без руки Без ноги Другой Дорогой Жизнь Метро Светными пятнами С баловами Домой Почем Конфеты Метные Ползет Спасибо Спасибо Прошу все равно Кого голос громкий Давайте без микрофона Потому что Надо привыкать К театральной Какой-то составляющей Микрофон он Уши засоряет Вот например Смотрите Ася Пушкарева В зале Давайте Приготовьтесь Сейчас Хорошо Анастасия Кирсанова В зале Тогда А? Нет Тогда вы сейчас После того Мы дадим слово Всем Кто пришел Выступить И Коля Твой стих Услышит Сал Не переживай Где времени Ну что А Времени Нет Иди Давай Николай Бесит Пожалуйста Ты что Нас поставишь В среде Я завтра Я завтра Вшелье Давай Бес Микрофона Я хочу Поздравить Театр Баэтов Я очень Обязан Этому Театру Я его Люблю Я познакомился С близкими У них Людьми Все Стивщик Называется Это Метаморфоза Ему года Два Я всегда Становлюсь Женщиной В тот Момент Когда Это Наименее Правда Нас Сказала Железо Ведь Было Согрета Набело Как Виноградина Ставшая Чистым Спиртом А ведь Это Всего Лишь Тело Когда Она Совсем Не Убито Здесь И Кузнец Подковавший Серому Волку Голос Дабы Козлят Себя Выманил Здесь И Петровская Дыба На которой Стрелец Изъясняется Матерно То есть Матерью Становится Слово Это Метаморфоза Каких-то Снов Это Выбора Слов Буридановых Левитановским Стогом Это Красивая Стрекоза Что Замерла Перед Красивым Богом От Отчаяния А не По Расчету Господи Везде Какие-то Чайни Копчин Копчин Пятой Заварки А у нас Все Получается Как Виноградин Ставший Чистый Спирт Спасибо Николай Винский Поклон Всем Что Слушаете Это Здорово Представляете Не в микрофон Прислушиваются Спасибо Дорогие Зрители Женя Евгений Петрушевич Пожалуйста Удари Звер Без Звер Сырь Варь Без Ства Не Молись Скорби Верь Ты Пространство Глаз Фуфы Сты Враз Станешь Другим Ты Спасибо Они понравились Много Клоков Евгений Поздравляю Я с началом Нового Пойтического Сезона И Прочитаю Несколько Детворений Своего Пормируемого Церва Фактализации Микрофоном Быть тяжело Жень Делай микрофон Цикл Фактализации Коридоры Фрактальные Вновь Горо Очерница Душа Чужая Потерялся Дворнягой Бездомной В коридорах Великого Города Слишком Весело Слишком Легко Мне Достается Другим Что втридорого Не ценю Ни вещей Ни здоровья Эта жизнь Мне как будто Подарена Видно ангелу Изголовья Нашептали Молитвы За здравие Нашептали Стихами И просьбой Про беспечную Жизнь И скитания Быть счастливым Не так же Просто Проще Жертву Эти На закладе И последнее Любуюсь Соцветием Улиц В твоем Немигающем Взгляде Болезненно Руки Замкнулись Безудержно Хочется Взять И Завыть На зрачки По собачьим Укрывшись В тени Недомоглого Ты мне говоришь Уж не мальчик А я же Кривляюсь Ребят Спасибо Спасибо Евгений Петрушенко Дорогие друзья Уже наше первое отделение Сейчас завершается И Собственно Открытие Театрального сезона Это будет второе отделение Вот И это так Я бы хотел Асю Пушкареву Сюда позвать Асю Пушкареву Я же говорю Приготовьтесь Ася Дмитрий Бацевев Выходите пока Ася готовится Хорошо Пока Дмитрий Бацевев Выходите Те кто хотел Нас поздравить Я просто Всех помню Кто еще Хотел поздравить Быстрее Можно выходить Извини Что это Недлинный Поздравительный Стих От Дмитрия Бацевева Я видел сон Чудесный сон Как будто я Дрожит Дрожит И хобот Свой И от любви Что А вы кто Ну идите сюда Быстрее Что Кто вы Быстрее Иди ты Можешь Быстрее Идти Вы кто Бетучим Сквозь бездну Проходящих лет Быть Беспробудно Дурой Бьющей На детях Оставляя След И в радость Что бы тебе Это Свою Животность Проявлять И спиртом Будучи согретой Свой мозг Насильно Поражать Неужто Быть тебе Приятно В анестезии Нервов Чувств И как бы В радости Внезапной На время Прогоняя Грусть Смеяться Смехом Ядовитым Сопухшись Страшно Красной Рожей Нутром Своим Почти Разбита Россия Что же Ты Как Можно Я понимаю Молен Жаждой В беде Бубительный Народ Ну что же Будет Если Каждый Откудных Бед В тебе Запьет И так уж Льется Через края Траба Работы Смертоносной Россия Слышишь Перестань Ведь это Правда Очень Прост Прими себя Такой Как есть И разливайся В заглядке Россия Разум Правда Честь Не пей И будет Все В порядке Ну и что Незитательный стиль Да Не пей Александра Спасибо Незитательный стиль Знаешь Какая проблема Всегда В назитательных стихах И вообще В стихах О родине Ну нужно так Художественно сделать Чтобы преломить В другом человек Вот это Отторжение Ой блин Опять эту тему Затрагивали Что? Отторжение По-любому Есть Есть Да? Есть Особенно В концов Вот Пожалуйста Ассия Пушкарева И завершай Добрый вечер Сегодня К сожалению Без музыкального Сопровождения Мое стихотворение Называется Не я Давай вот так Запросто Подбросим Про странное Рассуждение О счастье И присмотримся Вокруг Вот кто-то На асфальте Четит мелом Совершенно Правильный Круг Девчонка С босыми Ногами Смеется Ее сердце Хочется Романтики Она Глотает И риски Разбрасывает Фантики Совсем Как не я Моя Наверное Сестренка Она была бы Если бы Родство Распределялось Не кровью Но духом Присмотрись Как юноша Пристально Поглядывает На окно Второй Сверху Что к тебе Ближе Его глаза Лукавые Мечтательны Руки Ожидающие Сцеплены А теперь Скользни Взглядом Ниже Его Ботинки Начищены В предвкушении Встречи Он ждал С утра И вот Дождался До вечера Если смотреть Долго Взветит настроение Словно Можно быть Человеком Не растением Но то Буду Уже Не я Как не я Эта женщина Что несет В двух руках Три тяжеленных Пакета Мобильник Придерживая Плечом Довольная Усталая Симпатичной Брошкой На отвороте Жакета Скоро Она будет Дома Где В ожидании Томится В печке Пирог Ее Расцилует Супруг И будут Улыбаться Ее дети И поступит Она за порог Это все Стоит Дорого Просто Закрой Глаза И смотри Как Приветствуют Наш Желтизной Вечеру Фонари Они Так Беззаботны Просты Как Весь мир Как Не я Бездумное Своё удовольствие Подогревается Майским днём На плоском Камне Змея Мой Чудный Месяц Он Имеет Свести Изо всех Сил Всецело Обнять И меня И тебя И всё Что мы Видим Не видим Что не Сможем Никогда До конца Понять Как Смеются Сквозь Слёзы Дети Успевающие Так быстро Заменить Настроение Одно На другое Как Я не могу Это тоже Что счастье Доступное Детям Счастье Такое Давай Вот так Запросто Отбросим Расстранные Рассуждения И просто Будем Видеть Как Кругом Все Влюбляются Любят И не Знают Что Есть Свобода И не Знают Что Значит Зависеть Может И есть Так А просто Вот мы К примеру Об этом Не знаем Все Как Не я Как Не ты И все Так Вот Живут А мы Так И не Понимаем Где Счастье Что Будет Так Выгинем К черту Занудные Речи Нам Обоим Двоим Лишь Понятные Солнце Солнце Светит Так Ласково По Синь Нему Рыжим Так Давай Доживем Жи До Вечер Спасибо Спасибо Ася Пустарев Господа Завершая Первое Отделение А собственно Мы собрались Чтобы открыть Театральный Сезон Во втором Это все Были Поздравления Вот Стихи О Родине Стихи О Родине Я сам А вот Ты послушай Слева Лес Дыряв Справа Поле Руань Я повсюду Прав И куда Не глянь Так Красиво Здесь В Раскоряку Клен Я В Россию Весь Без ума Влюблен Спасибо Браво